МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые зрители, снова здравствуйте. Мы вновь встречаемся в студии прямого эфира телеканала «Союз». И сегодня первую половину дня мы проведем вместе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжается Великий пост. Идет шестая его седмица. Ее еще называют седмицей Вай. Вая от греческого языка ветка. Эта неделя предваряет один из двунадесятых христианских праздников. Вход Господень в Иерусалим. В народе этот день больше знают как Вербное или Пальмовое воскресенье. Совсем немного времени осталось до окончания поста и наступления главного праздника православной христианской церкви Светлого Христова Воскресения. А знаете, в преддверии Великого поста мы долго и тщательно выбирали видеоматериалы и темы, которые бы в это особое время никого не смутили. И, конечно, в большинстве своем это сюжеты и сообщения с православных сайтов, видеоканалов монастырей, храмов и духовных учебных заведений. Одним из таких проверенных источников стал для нас Санкт-Петербургская Духовная Академия. На видеоканале этого уникального учебного заведения был опубликован цикл лекций протерея Вячеслава Харинова, преподавателя Академии, кандидата богословия и почетного доктора Международного университета фундаментального обучения. «Открывая вечность» таким названием объединены эти беседы. И сейчас я предлагаю посмотреть одну из них. Она посвящена традиции иконопочитания. Санкт-Петербургская Духовная Академия Первое воскресенье Великого Поста называется «Неделя и торжества православия». В этот день Церковь отмечает не только победу над ересью иконоборчества, но и возглашает важную истину «Почитание образа Божия в человеке». Человек создан по образу Божия, и наша икона «Почитание» – это не только почитание Христа и святых. В известном смысле мир без икон становится безобразным. Можно вспомнить протестантские храмы с их белыми стенами. Можно вспомнить эти белые стены на месте удивительных фресок, фиксировавших время, костюмы, лица, взаимоотношения между людьми. И вот остается белая стена. Более того, отказ от икон, от образов делает духовный мир человека не только безобразным, но и безобразным. В борьбе с церковью, с иконами, мы вспомним не только выцарапанные глаза у икон святых на территории Византии. Мы вспомним обезображенные иконы русские. Безобразный мир – это мир, где рушатся святыни, где взрываются храмы, где на самом деле тускнеет, и сам образ человека. Тускнеют ценности, которые человек исповедует. Ценности меняются, весь мир меняется. В этот день мы должны увидеть церковь, как провозглашающую истинный образ человека, истинные ценности человечества. В известном смысле это как бы торжество того зрения, которое мы утратили в начале человеческой истории. Помните, мы говорили о душевной слепоте, о том, что изгнание Адама из рая совершалось в состоянии слепоты. телесные очи открылись, а духовные закрылись. Невозможно стало общаться с Богом лицом к лицу. Невозможно было видеть Бога человеку. Человек спрятался. Вот в известном смысле этот день церковный и как определенная веха нас в Великом посту, этот день провозглашает торжество зрения человека. «Приди и вишься». Вот основные слова евангельского послания. «Иди, смотри». И вот это зрение, которое должно у нас открыться, это, собственно, и есть наше торжество, это и есть та радость, тот праздник, который очень прикровенно описан в исцелении слепорожденного в Евангелии, когда первое, что видит человек телесными очами, уже готовый видеть духовными очами, это Христос, склонившийся над ним и являющий свой образ, образ Сына Божия человеку. Есть очень интересный момент в евангельском послании. Прежде чем Нафанайл увидел Христа и сказал ему «Ты Сын Божий, ты Царь Израилев, Христос увидел Нафанайла, он увидел его подсмоковницей, он увидел его лишенным всякого лукавства человеком. Как только нас Бог видит без лукавства, видит в этом состоянии неприбранности, неподготовленности, несрежиссированности, подсмоковницей, в этом сокровенном состоянии может быть удивительного отдыха и комфорта, говорят, что идиома быть подсмоковницей значит именно быть в состоянии безмятежного покоя. Но как только вот под этой таинственной смоковницей без лукавства видит нас Бог, мы немедленно получаем шанс увидеть его. Отсутствие лукавства в нас – это пропуск к нему, это возможность увидеть его, увидеть его явление в нашей жизни и исповедовать его. Торжество православия – это не наш какой-то особенный триумф, это торжественность скорее. В этой торжественности надо увидеть и красоту мира, о которой говорит Церковь, и красоту нашего богопочитания, и ни в коем случае не превратить православие в некий флаг, с которым мы торжественно выступим на баррикады, разделяющие нас и их. Нет этих баррикад. И торжество православия было озвучено, было осмыслено церковью в то время, когда инославия не было. Православие в данном случае – это возможность быть правым, вдруг увидеть, что ты на правильном пути. экклезиаст писал о том, что Бог создал человека правым. Первое неправославие проявилось в раю. Неправославие в известном смысле – это ложь, это кривда, которая входит в жизнь человека. И вот эта первая ложь, эта кривда, вошедшая в жизнь человека в раю – это был первый акт отступничества от православия. Надо увидеть всю опасность неправоты, надо увидеть всю красоту этой правды, которая ведёт нас по жизни, которая украшает человека. Надо снова и снова в сегодняшнем дне увидеть именно торжество этой истины. Торжество православия – это возможность не только отметить события победы в церкви над ересью иконоборчества. Этих ересей потом было немало, и они снова и снова появляются, появляются расколы и разделения, об этом замечательно говорил святейший патриарх Кирилл. Он говорил не об окончательной победе, которую мы празднуем, а о той правоте церкви, о том правильном пути, о котором мы должны помнить, и о той важной истине, которую утверждает сегодняшним днём церковь, то, что в человеке сокрыт образ Божий, и его ни в коем случае никакой ложью, никакой кривдой нельзя затемнять. Спасибо отцу Вячеславу за эту беседу. Мы благодарим наших коллег, потрудившихся над этим видеоматериалом. Уважаемые зрители, в начале программы мы заговорили о надёжных источниках видеоматериалов для показа в Великопостном эфире. И уже прозвучала наша благодарность в адрес видеостудии Санкт-Петербургской Духовной Академии. Наверняка многие из вас также отметили для себя и по достоинству оценили сюжеты, которые выпускают наши коллеги из Свято-Лизаветинского монастыря города Минска. И в продолжении нашей программы мы предлагаем вам послушать выступление праздничного хора этой прославленной белорусской обители. В феврале этого года коллектив выступил в концертном зале «Минск», вел программу член Союза писателей России протеерей Андрей Логвинов. В Великом посту как никогда мы имеем возможность причащаться. Прости нам, Господь, прегрешения наши и дай продержаться от чаши до чаши. Нас плющит от боли, жизнь ада не краше, как минное поле от чаши до чаши. Но тонущим в хламе со всеми делами есть чаша, как пламя, где спас в нас и с нами все немощи наши, все горечи наши от чаши до чаши, от чаши до чаши. Ищите Бога, ищите слеза, ищите люди, пока не поздно, ищите вскоду, ищите каждый, и вы найдете его однажды, и будет радость превыше неба. Но так ищите, как нищий хлебок, ищите всю, ищите каждый, веры найдете где его однажды. Ищите Бога, ищите слеза, ищите люди, пока не поздно, он не поздно. Спасибо нашим друзьям из Беларуси за это выступление. Напомним, что у обители есть свой интернет-сайт обитель.дефиз.минск.бай, где вы можете самостоятельно посмотреть интересующие вас сюжеты. Дорогие друзья, мы благодарим вас за внимание эфир телеканала «Союз» продолжается.